Лекция номер 6. Мы сегодня с вами познакомимся поподробнее с устройством ассоциативных массивов. Словарь вам нравится? Нравится словарь? Классная штука, очень удобная, быстрая. Давайте посмотрим, как же это дело устроено изнутри. На самом деле ассоциативные массивы могут быть устроены двумя принципиально разными способами. Ну, на самом деле можно еще придумать, но давайте посмотрим на два типа организации. Значит, ассоциативные массивы. Первая идея такая. Нам нужно... Давайте сейчас рассмотрим ситуацию, что мы храним только ключи. Потому что прикрутить туда еще и хранение значений будет несложно. Поэтому изначально давайте рассматривать вопрос о хранении ключей. Может быть вы слышали когда-нибудь о решающих деревьях. Это часть машинного обучения, которая сейчас на хайпе. Ну, правда, сейчас на хайпе нейронные сети. Совсем хайп. И, как вы понимаете, нейронные сети имеют какое-то отношение к графам. Точнее, топология нейронных сетей имеет некоторое отношение к теории графов. То есть это орграф, в котором каждый нейрончик, это некая вершина, в нее там что-то входит, что-то выходит. Хотя бы картинкой вы видели. А вот может быть вы вдруг никто не слышал про решающие деревья. Слава богу, есть один человек. Два. Два человека слышали про решающие деревья. Дело в том, что машинное обучение это довольно обширная тема. Есть разные алгоритмы обучения. Разные классы алгоритмов. Обучение состоит в подгонке, собственно, нужного алгоритма из некоторого множества возможных. Это множество достаточно большое, обширное, определяется огромным количеством параметров. То есть он параметризуется, и оно большущее. Но есть разные подходы. Один из них, собственно, нейронные сети, а есть решающие деревья. Это очень классный, быстрый способ, намного более экономный с точки зрения электричества. А значит, в конечном счете углеродного следа. Пока что мы, к сожалению, производим электричество, оставляя углеродный след. Поэтому горит лампочка, что называется, у вас выделяется углекислый газ где-то там. Неважно. Потому что пока-пока человечество живет в таком режиме. Поэтому, когда я рассказываю про асимптотику, я сейчас чаще упомяну не время вычислений даже, не количество переродов, а вот углеродный след. Сколько вы потратите денег, и сколько вы оставите, сожжете углерода с кислородом. Значит, так вот, решающие деревья, они и деревья. Мы с вами с деревьями знакомились. Помните, что такое дерево? Да, это граф, у которого, соответственно, нет простых циклов. В то же время он является связным. То есть, это не просто набросанные несколько там точек. Они друг к другу обязательно связаны. Однако, есть такая тонкость, что есть корневые деревья. Я вводил корневые деревья? Вот, собственно, мы с этого сейчас начнем. Мы подойдем сейчас к первому типу ассоциативных массивов от вашего базы. Вы знаете, что такое дерево. Давайте вспомним для начала. Итак, дерево. Это граф без простых циклов. Ну, то есть, такой цикл, это цикл, но мы его не считаем. Нас нужно, чтобы он как-то зациклился по разным ребрам. То есть, вот так проводить уже нельзя. Ну, вот у меня, пожалуйста, и себе. А теперь давайте так. О, в Ветхом Завете был такой народ. Народ Израиля. И у него не было царя. Было время, когда там было время судей. Если кто на них нападал, то кто за народа? Кто тут главный? Я! Давайте, вперед в атаку. Что мы там будем этих филистимлян прогоним? А потом они пришли к пророку одному и сказали, хотим царя? Иди проси у Бога, чтобы он выдал нам царя. Бог предупреждал, не надо вам царя. Не надо. Налоги будет брать, женщины ваших забирать и так далее. Но нас народ настаивал и выбрал он Саула. Что произошло? То, что сейчас произойдет. Давайте выберем кого-нибудь статного, знатного, кого-нибудь красавца. Статный, знатный, на голову выше всех. Честный, добрый, смелый. Что происходит? Первый круг становится в иерархии первым уровнем, приближенным. Ну, там не все, конечно, так просто в реальности. Но меняется, как сказать, топология графа та же самая. Это тот же самый граф. Ведь не важно, как я нарисую. Не важно? Ну да, ну ты друг царя. Это нулевой уровень иерархии. Это, товарищи, знакомьтесь, корень. Теперь это дерево, корневое. Достаточно выделить одну вершину. Все. Все, дерево разбилось по иерархии. Количество ребер. Это, соответственно, первый уровень иерархии. Это у нас второй уровень иерархии. Вот он там, третий уровень, болтается где-то там. Значит, второй, третий. Обратите внимание, корень никогда не является листом. То есть я вот это понятие лист не вводил. Как только мы переходим к деревьям, и сейчас я тут написал глобальное название лекции, но сейчас давайте временное, подпункт, большой подпункт. Это, собственно, будем стремиться, наше движение идет от деревьев, корневые, бинарные, к двоичным деревьям поиска. Они будут так называться, чтобы вам заголовок поставить. Большой заголовок ассоциативного массива, подзаголовок двоичные деревья поиска. Английское название binary search tree. Деревья поиска. В скобках BST. Так вот, пока мы просто разговариваем про деревья некорневые, то никакой высоты у него нет. Есть такое понятие, как диаметр графа? Мы сейчас не будем его вводить. А вот как только я ввел корень, мы можем ввести понятие высоты дерева. Как только я его сейчас введу, возникнет микропроблемка. Дело в том, что есть два разных понятия высоты дерева. Первое, это количество, максимальное количество ребер от корня до листа. Листом называется вершина, кроме корня. А, да, и еще у нас возникает иерархия. То есть у меня теперь существует предок и потомки. Да, предок и потомки. Начальник и подчиненные. Начальник в иерархии только один. Подчиненных сколько угодно. Два, может быть три, пожалуйста, сколько надо? Один. Может быть. Понятно? Начальник только один. У кого нет начальника? У корня нет начальника. То есть у него нет родительской вершины. Говорят родительская вершина. Parent по-английски. И дочерняя. Да, дочерняя. Почему дочерняя? Не сыновняя, я не знаю. Но в России говорят дочерняя. Вот. Соответственно, по-английски child. Просто детская. А? Вершина. А, наверное, поэтому, да. Точно. Рода в русском языке. Ладно. Короче, поняли, да, логику? Итак, лист – это вершина, у которой я не буду писать. Очень много писать. Я потрачу время и не успею. Соответственно, лист – это вершина, у которой нет дочерних. Все просто, да? Это, как это, рабы? Рабы, ладно, слуги. У них, они, слуги, у которых нет слуг. Ясно? Итак. Значит, так вот, высота дерева определяется как количество ребер, максимальное количество ребер в этом дереве от корня до листа. У меня листов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, два, три, 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 три. У этого дерева высота три. Однако, сразу подчеркну, когда мы перейдем к деревьям как к структурам данных, чтобы это обозначить, я их сейчас прямоугольничками такими нарисую. И ребра, как видите, я рисую уже стрелочками, а не этими. Вот, да, и как-то у меня по две почему-то влево-вправо сейчас расходятся, но не обязательно такое полное дерево. Значит, так вот, в этом случае у нас по определению высота это количество уровней иерархии. дерево, потому что в этой ситуации, если у меня только один корень, то это дерево по определению. Дерево? Дерево, правда? А если ноль вершин, это дерево? Нет. Это не дерево. Ну, мы можем-то как-то сомнительно, но нарушается свойство дерева, количество вершин на один больше, чем сколько ребер. Да? Нехорошо. Первая вершина добавляется без ребер совсем. Есть пустота, пустое множество, пустой граф. Добавляем первую вершину, а ребер не надо добавлять. Только потом каждая очередная вершина добавляется с реберами. Поэтому пустой граф деревом не является по определению. Но в структурах данных пустой граф нам нужен. Нам нужна пустая структура данных. Вот возвращаясь, это все к ассоциативному массиву. Нам нужно наличие такой вот штуковины, контейнера, в которую мы будем накладывать элементы. Давай, давай, еще, еще, еще. Вот должно быть состояние пустое, ничего нет. Нет ни одного человека, значит нет царя. Вот есть добавили, вот он вождь племени. Добавим второго, может там сменится, вождь не сменится, не важно. Ну вот, понятно, это уже не важно. Среди них будет кто-то там царь, кто-то подчиненный. Да, ясно? Ок. Так вот, в этом смысле меняется понятие высоты. А ну сейчас, потом дойдем. Потому что там будет ноль уровней иерархии. Никого нет. Один уровень иерархии, значит один корень. Ясно? Поэтому я оговариваюсь. Хотя даю по определению математики, но в информатике у нас будет специфика. Так, ладно, вернемся к корневым деревьям. Значит, давайте следующее. У корневого дерева, как видите, не будет великой проблемы, если я каждому ребру припишу направление. Почему это не будет проблемой? Потому что и так есть определенная направленность. Понимаете? То есть теперь для меня есть различие между ребром вверх по иерархии и вниз. Вот. Значит, кто кому приказывает. Вопрос, что ходить, куда мы и так, и так в принципе ходить можем. Нет. Ну мы же с топологической, как это называется? Нет. С компонентами сильной связанности. Помните, мы же взяли, сделали транспонированный граф, бежали назад, все нормально. Как бы мы будем просматривать по необходимости. То есть как структура такая вот иерархическая, она другая. Вот. Значит, на подобных корневых деревьях реализовано много интересных структур данных. Много разных. Я здесь заранее говорю, не одна, не только двоичные деревья поиска. Но мы сейчас сделаем двоичные. Что означает двоичные? Это означает, что не может быть больше двух подчиненных у одного. Потому что он с ними уже не справится. Хочешь большим количеством людей управлять, делай иерархию себе. Пусть они будут подчиненными подчиненных. Вот тут вот три. Непорядок. То есть должно быть не больше, чем два. Вот так хорошо. Может ли быть один? Да, может быть. И в принципе может тянуться долго один. Может. Теперь еще один момент. У меня сейчас эти подчиненные абсолютно неупорядочены. Вы же помните, что множество смежных вершин, хотя мы говорим там в списке смежности, но мы же понимаем, что на самом-то деле это множество смежностей. Ну вот это все твои френды в соцсети. Они по умолчанию никак не построены. Ни по алфавиту, ни по порядку их френдования. То есть вопрос, а как соцсеть тебе должна, а ты зашел в список своих френдов, как она тебе должна их отобразить? В принципе случайный порядок вполне себе годится. Или там, а давай я отсортирую по алфавиту. Нет, это множество. Оно неупорядочено. И порядок в него привносится насильно. Либо случайно. Так вот. У меня получается, что своп вот этих двух ни на что не влияет. То есть вот топологичность графа, да, она пока не ушла полностью. Давайте договоримся так. Теперь у меня четко слева направо. Причем давайте еще и так договоримся. Что я отличаю левого подчиненного от правого. То есть один у меня одесную по правую руку, а один ошую по левую руку. Да? Левый подчиненный, правый подчиненный. Может кого-то нет. Вакантное место. Такое может быть. То есть вот так, что он вниз спускается, нет, не годится. То есть мы как структуру, да, я все перехожу плавно вот сюда сейчас, как к структуре данных. Значит, соответственно, потому что мы это будем сейчас реализовывать уже через класс. Ну или вначале можно через слова, а потом через класс. Неважно. Соответственно, мне нужно договориться, да, это правый либо левый. Может быть вот так, вполне себе. Может быть вот такая вот структура. Правый, левый, левый, правый, правый, левый. Может быть, может быть, вполне. Ясно? Значит, дерево, когда я запретил иметь больше двух подчиненных, называется бинарным, ну или двоичным. Понятно? Когда я говорю, что у меня вершины слева направо, это еще тоже не делает его деревом поиска, но это его приближает к этой структуре. У них есть название, сейчас не помню, то ли ориентированное. Они говорят, нет, нет, я не помню название. Там есть специфика для них, промежуточная еще, где они слева направо перечислены, где именно списки свеженностей, где вот каждая вершина знает эту очередность. Вот они вот этот первый, этот второй. Первый зам, второй зам. Да? То есть дерево имеет строгую жесткую иерархию обхода. Так вот, что интересно, у этого дерева обход в глубину будет происходить очень понятным образом. Обход в глубину будет происходить вот так, да? Если там четкий порядок, то он каждый раз будет происходить одинаково. Спускаемся сюда, влево, влево, поднимаемся вправо, и, прошу прощения, не стал выравнивать, но это правый. Поднимаемся вправо, влево, поднимаемся вправо, вверх, 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 вправо, вправо, влево. Ну, тут понятно, тут особо никуда не уйдешь, да? То есть вот мы вот так вот возвращаемся сейчас, да, и завершаемся. То есть обход такого дерева начинается от корня. Вы, наверное, помните, что в питоне ссылочная модель данных. Ссылка позволяет объекту знать, что о нем кто-то помнит. О нем кто-то помнит, о нем не забыли. А значит, сборщик мусора не имеет права его съесть. Я, наверное, сравнивал. Кто-нибудь смотрел мультик «Тайна Коко»? О, слава богу. И там, соответственно, легенда какая, что вот люди живут в загробном мире, души, в смысле, да, людей там живут в загробном мире, но если только до тех пор, пока их кто-то помнит на земле. То есть представьте себе, что те, кто на земле, это пространство имен, да? А те, кто там, это объекты. Соответственно, да, мы ссылаемся именем на объект, он, соответственно, жив, сборщик мусора его не убирает. Имя пропало, имени больше нет, ссылки больше нет. У объекта счетчик ссылок понизился до нуля, до свидания объект. Да, пока хоть одна ссылка есть. Но здесь такая поправка. Ссылка на объект не обязательно должна быть именем. Ссылка на объект может быть, например, элементом списка. Ведь на самом деле питоновские списки содержат в себе ссылки на объекты. Они не объекты содержат, это не массив. Они содержат ссылки на объекты. Я бы, кажется, показывал, когда в список добавлял самого себя. А что, пожалуйста, ссылку на сам этот объект можно положить? А, можно. Это напоминает концепцию указателей в C++, но мы туда сейчас не пойдем. Смысл в том, что если я буду помнить... Давайте переходим уже сюда. Картинка уже практически уподобилась. Если у меня есть ссылка на корень, то есть я возьму себе имя root, имя питоновской root, и он является ссылкой на специальный объект. А у этого объекта есть заготовленные ссылки на корень левого под дерево. Внимание, возникает новое слово. Под дерево. Под дерево в данном случае это иерархия, которая лежит слева от него. То есть я на самом деле, обобщая на рисунке, смогу нарисовать вот это все левое под дерево, нарисовать его вот так сказать. У меня левое под дерево. Я его могу обозначить вот так. Вот если вы посмотрите на какие-нибудь книжки, в которых будет что-нибудь там написано, нарисовано, и там я буду сегодня показывать алгоритмы поворотов, и вот вы можете увидеть вот, ну тут обобщенно вот все, кто там нарисовывает. Понятно? Правое под дерево, соответственно, вот так вот будет там нарисовано условно. Вот так вот. Вот это правое под дерево. В правом под дерево, понятно, если мы приблизимся, там будет какая-то такая структура, то есть там есть начальник. Начальник этого всего отдела. Начальник правого отдела. Здесь левый, левый, правый. Я как бы туда смотрю. Так вот, если у меня есть ссылка на корень, то корень своим, соответственно, левым и правыми ссылками, кто у него там одесную ашую, одесную ашую, соответственно, значит, он на них ссылается. Понимаете? То есть он ссылается питоновской ссылкой на вот эти объекты. Сами эти объекты я буду теперь называть узлами. То есть понятно, что с точки зрения теории графов это вершины, но сейчас меня уже интересует вот он как узел вот этой структуры данных. Видите, да? Моя логика взгляда чуть-чуть меняется уже. Я посмотрю не с точки зрения графа, а вот структура данных, иерархическая такая. И в этом смысле, хотя деревья вроде бы являются деревьями, да, графами, соответственно, но когда мы переходим к разговору о структуре данных, то обычно сильно об этом, о том, что он дерево, уже не вспоминают. То есть вот мы можем вот этот вот старый взгляд сейчас просто стереть отсюда. Да, 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 конечно, мы помним, да. Спасибо, спасибо тебе, теория графов, все прекрасно. Значит, так вот, смысл в том, что каждый объект помнит своих потомков, а значит им не нужны имена, понимаете? То есть мы не будем сохранять их имена, они просто будут левой, правой, причем для какого-то конкретного, безымянные. Прикольно, да? Что делать в этой ситуации? Вот у меня, по сути, лист, у него ни левого, ни правого. Что сделать здесь? Да очень просто. Мне нужно в качестве левого и правого прописать «нан». Он будет ссылаться на специальное никуда. То есть я буду знать, что там «нан», если там никого. В ситуации, опять же, условного C++, то есть у него будут эти поля, я могу пойти и спросить «левт» это имя у этого, соответственно, узла, это имя будет существовать. Понятно? Ну вот, соответственно, у меня может быть ситуация, давайте я где-нибудь ее организую, где, например, один отсутствует, да, а другой присутствует. То есть, как видите, ссылочки еще раз, да, находятся они в вот этих вот специальных, собственно, позициях, да, специальных именах. Получается, каждое это и каждый объект, каждый узел должен обладать, по сути, собственным пространством имен. Собственным маленьким пространством имен. Да, то есть «левт» и «райт» для каждого из них должны отличаться. Понятно, да? Но связанность их и сохранность памяти обеспечивается их провязкой друг к другу. Здесь хорошо бы успеть упомянуть, буквально секундочку, в лабораторной работе они вам встретятся, более простая структура данных. Вот гухеница такая. Дело в том, что существуют так называемые односвязные списки. Я в детстве очень любил играть с братом в игру, которую мы называли «кладики». Вы берете, я расскажу, как играть, берете, пишете записочку, а, берете конфету, значит, берете конфету и кладете ее в какое-нибудь место секретное, не знаю, вот сюда, прячете в какую-нибудь трубу, дырочку под ведро, какому-нибудь за горшок, а дальше вы берете, пишете записочку и говорите «конфета лежит там». Записочку куда-нибудь прячете в другое место, пишете следующую записочку, где лежит та записочка. То есть у вас и возникает последовательность записочек. А дальше вы берете первую записочку и кладете к брату на стол. Брат, это самое, обнаруживает записочку на столе, там написано, да, следующая записочка лежит на подоконнике. Например, на подоконнике написано, следующая записочка лежит там. То есть у вас есть начало, вот имя, которое указывает на начало вот такой штуки, это односвязный список. А дальше у вас есть в каждом звене есть имя, ну, например, next, next и previous, то есть next следующий, previous предыдущий. В данном случае он односвязный, вы догадываетесь, раз я произнес previous, значит, может быть и двусвязный. То есть когда у нас каждый, следующее звено указывает на предыдущий. Ну, вот, соответственно, у вас через вот эту систему ссылок, ну, или указателей, если это будет язык с указателями, соответственно, это организовано. А последний, а у последнего мы храним там none, null, ptr, ну, короче, какую-нибудь ссылку на специальное ничего. Понятно? И я могу по такому списку пробежаться, больше ничего нельзя. В случае с деревом, да, с двоичным деревом, мы можем по нему попутешествовать нашими любимыми обходами. И, в принципе, можно делать это рекуррентно. Если количество уровней иерархии невелико, то рекурсия будет красивым способом это сделать. Пора, наверное, пора коротенечко показать структуру данных, при помощи которой мы это можем сделать, и написать какой-нибудь траверсал. Мне все обходы, которые сейчас буду писать, по сути будут обходами в глубину, но будет некая специфика. Я свое значение, которое здесь, я буду, собственно, хранить кое-что. То есть, условно, у меня на каждой записке будет прилагаться конфета. Конфета не только в конце. У меня же это все узлы, да, они все однотипные. А ты не так же записки, 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 конфета. Нет. Они все содержат в себе информацию, где левый, где правый, да, и что-то осмысленное. А иначе какой смысл всей этой структуры? В ней надо что-то содержательное хранить. То есть, кроме left и right, в этой штуке должна быть какая-то data. Что-то в качестве data. Давайте я сейчас договорюсь, что эти данные я буду называть словом ключ. Сразу. На будущее. Потому что, да, здесь некая, сразу включается специфика, но тем не менее. Буду называть словом ключ. То есть, left, right и key. Вот больше ничего не надо для организации. У вас в лабораторке будет описана реализация через, в начале словари. То есть, каждый узел будет создавать как словарик, в котором есть строка left, right, key. Я не помню сейчас точное название. И у каждой из них, соответственно, приписано какое-то значение. Но я сразу сейчас создам класс. Мы вводили с вами класс, работали с классами, с объектами. Или я первый раз произнесу? Было. Классы, объекты. Не в прошлом семестре, не в этом я еще не вводил. А где вам вводили? На меру в Питоне. Нет. Очень печально, но я сейчас введу. Итак, знакомимся, как в Питоне создать новый тип объектов. Для этого существует... Для этого существует такое специальное слово класс. Что такое? Слушайте, может, я тот зря выкинул. Не знаю. Ладно. Где тут наши купленные за кровные деньги? Итак, назову его класс-узел, класс-ноуд. Значит, пока сейчас здесь ничего не напишу. Пока сейчас ничего здесь не напишу. Секундочку. Сейчас я вас думаю грузить, не грузить про конструктор, чтобы только не убить. Надо осторожно. Давайте я сейчас напишу не совсем красиво, не совсем правильно, поправка будет чуть позже. Потому что у класса, у хорошего класса должен быть конструктор, нужно отличать соответственно атрибуты класса, это его свойства. Мне он сейчас нужен просто как пространство имен, в котором я буду закладывать какие-то штуки. Поэтому я сейчас не буду париться, я просто создам сейчас три имени. А именно left равно none, right равно none и key равно none. у меня нету ни подчиненных, ни ключа. Я в принципе, если захочу, могу хранить информацию о перенте. То есть дополнительно ввести, чтобы я еще и держал, каждое дитё было обязано помнить своего родителя. Ну, малые дети, как вы понимаете, имеют право не помнить своих родителей. я могу так организовывать, могу не организовывать. Если я буду сейчас рекуррентными обходами, если обойдусь рекурсией, то мне не надо. Сама рекурсия будет вспоминать по стеку, кто там был предыдущий. И всё. Она будет возвращаться обратно автоматом. Поэтому меня сейчас это не будет интересовать. Это описание нового типа объектов. Соответственно, если я напишу сейчас вот так a равно node с круглыми скобками, то у меня a будет не int, не str, не tuple, не list. Это будет node. То есть print type a скажет класс, узел. Приехали. Новый тип у вас теперь. Знакомьтесь. Понятно? Соответственно, я могу сделать давайте сейчас сделаем несколько узлов вот так вот. Один узел, второй узел, третий узел. Я могу сказать, что мне не очень нравится. Хочется как-то сразу значение туда какое-то запихивать. А то как-то без ключа. Как-то вот без ключа. Но давайте сейчас на секундочку пока без ключа. А что я буду делать? Я туда сейчас как только создам эти объекты начну что-то раскладывать. Руками, руками. А именно, я скажу, а точка left равно b. О, я связал а и b, теперь а его король. Так, а давайте а точка right равно c. Мне нужно каждому раздать какое-то ключевое значение, боже мой. а точка кей равно 7, б точка кей равно 8, с точка кей равно 9. Что получилось? Полная фигня. Какого типа? У меня есть некий а, который сам-то объект не знает, что его зовут а. Он класс узел. Я объект типа узла. не класс, а объект типа узла. То есть, когда мы создаем конкретный объект, то его можно назвать экземпляром этого класса. Ну, как, знаете, придет ученый в таких очках биолог и смотрит на вашего кота, которого вы называете Мурзик, и говорит, о, экземпляр, кушка домашняя обыкновенная. Да, экземпляр класса. Объект экземпляра класса это синонимы абсолютно полные. Итак, тем не менее, я-то его помню, что это А. Значит, А у него в качестве левого Б, в качестве правого С, у этих там никого, да, я им раздал значение, у этого, соответственно, 7, 8, 9. И есть здесь какая-то логика? Ответ, никакой логики нет. Ну, никакой. Я эти значения сейчас от балды раздал. Более того, я, в принципе, мог сказать, а левым у этого является С. Я сейчас делаю все руками и не алгоритмично. Соответственно, я могу сейчас напортачить, сломать структуру данных, да и вообще, хотелось бы, чтобы она как-то строилась по какому-то алгоритму. Понимаете? Чтобы в значениях, которые я сюда раскладываю, была какая-то логика, чтобы я смог извлечь из этого пользу. Существуют разные способы использования подобных двоечных деревьев. Я сейчас расскажу именно принцип, который будет использован для быстрого поиска по ключу. Для быстрого поиска по ключу. Но перед этим давайте решим проблему, чтобы мне не приходилось ключи туда запихивать отдельной командой. Как это делается? Дело в том, что по-хорошему не должно существовать узла, у которого здесь ничего нет. Знаете, такой смайлик с глазами крестиками. у человека должны быть глаза. У узла должно быть значение. Оно должно появляться вместе с объектом. Для этого мне нужно вернуться к самому питону и спросить, а могу ли я заставить интерпретатор требовать от программиста, чтобы когда он создает узел, чтобы обязательно надо было сразу указывать значение. Вот так, в скобках. Я даже сразу хочу сказать, как это сделать. Вот так хочу, чтобы это было. Можно ли заставить его, чтобы это значение падало именно в кей. Лев, трайп, пускай будет на нами. Вот они могут не обязательно указываться. И вот ответ. Да, как это сделать? Надо просто создавать вот этот атрибут не тут, а правильное место для создания атрибутов. На самом деле, для всех атрибутов это будет в питоне правильным местом. Здесь у класса создавать положено только константы. Если вы хотите, чтобы у класса были константы внутри него описанные, то есть представьте, что вы описываете, пишите игру, у вас класс орков, то у орков есть константа max health. Вот она орочная константа, а есть герои, heroes, у ваших heroes, max hero health. Понимаете, да? То есть вложенная константа, она может внутри класса валяться. Это можно. А так по-хорошему для каких-то значений, где вот здесь неизменяемый тип ок, допустим, можно. Можно. Но вот такие вот атрибуты, атрибутами называются переменные, которые лежат внутри объекта, то есть которые в его пространстве имен, если они просто в модуле валяются, то понятно, вы это будете называть переменные, а если они валяются внутри объекта, то вы будете говорить, это свойство объекта, они описывают его свойства. Это атрибуты, а то, что сейчас появится, будет называться метод. Метод это функция, которая туда внутрь объекта запихнута. Мы сейчас не будем уходить в ООП, я не буду рассказывать, что, уже рассказываю, что атрибуты и методы, объединившись под одной крышей, собственно, делают инкапсуляцию, а теперь дальше я не произношу ничего, чтобы не уйти далеко. Значит, но тем не менее, мне хочется, чтобы был специальный метод инициализации, поскольку он спецметод, он называется магический, но только потому, что красивое слово, magical method, только потому, что он специализированный, то есть он называется так, что вы никогда не захотите своему методу дать такое название. Магический метод начинается с двух подчеркиваний, заканчивается двумя подчеркиваниями. любой метод описанный в классе будет как бы к этому классу применять. Вы должны будете вызывать его для конкретного объекта этого класса, а это означает, что вы должны каким-то образом понимать конкретный объект. Представьте себе, кошки, они умеют кушать кошачий корм, и вы можете сказать, кошка кушай, но вы не можете сказать, кошка обыкновенная, как абстракция, как некий тип объектов кушай, правда? Так как-то не получается. То есть вам нужно взять конкретный экземпляр и сказать, вот ты Васька или ты там Мурзик, да, вот кушай. Вы же знаете как объектами, когда объект это строка, вы говорите s.lauer, это же отличается от того, как я скажу w.lauer, правда? Вот это метод, то есть функция, которая принадлежит объекту. Можете, по-моему, этот язык пользоваться. Я говорил, что это метод, а вы это знаете. Так вот, мне нужно изнутри метода, у меня метод появился, который я описываю своими руками, первый раз. Но изнутри метода он должен знать ссылку на самого себя. Так как у ddd, кто я, да, вот он должен, кто я. И вот для того, чтобы я вот здесь описывая тело метода знал, кто я, он в качестве первого параметра обязательно должен иметь self. Имя self, служебное в данном случае становится, да, оно будет ссылаться на конкретный объект, для которого вызвано этот метод. Я описываю класс, в котором написано, да, в себя кушать. Метод этот, он будет у Мурзика и у, как бы сказать, Васьки, да, и у Васьки и у Мурзика один тот же метод. В себя кушать, да, соответственно, а теперь, что я буду закладывать туда? У меня будет некая value, да, которое я сейчас положу, это значение положу в ключ, да, но ключ у меня, он у себя, self.key, ну, то есть, если я буду снаружи, то мне будет понятно, это будет a, b, этот ноды, то есть, у меня будет какое-то внешнее имя там, или он будет root.leftkey, ну, короче, да, как-то так, у него будет какое-то там имя, ссылка, а здесь через self я на него ссылаюсь, вот именно я сейчас, я тот, который я сейчас, сейчас я, так, key равно value. Что делает этот метод? Он занимается инициализацией, инициализация в этом случае должна происходить в момент конструирования объекта. Объект, который не инициализирован, будет считаться несконструированным до конца. Понятно? И если вдруг у меня в процессе вот этой инициализации произойдет ошибка, деление на ноль, там, файл защищен от записи, что угодно, я что-то пытаюсь тут делать, это же функция, она действие делает, ошибка. Что у меня произойдет? Ну, этот объект, будет сгенерирована ошибка, исключение, она начнет быстро вылетать из программы, такая, о, все, 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 я пошел. Но ее можно успеть перехватить, исключение можно перехватывать, прилетит исключение, но объект тот не будет до конца созданным. Ладно, мы сейчас не будем в это углублять, тем более в питоне деструкторов нормальных нет, но эта хрень, вот этот инициализатор, он имеет свое наименование, его называют конструктор. Вот это называется конструктор. в питоне конструктор только один у каждого класса. То, что я у этого конструктора добавил обязательный value, он обязательный, делает этот конструктор с параметром, тем самым у меня нет возможности теперь создавать узел просто так. в C++ есть такое различие конструктор по умолчанию, это тот, как раз, которому параметры не нужно указывать, просто сделай мне и все. А здесь у нас по сути, я этот конструктор сделал конструктором как бы не по умолчанию, теперь я запретил, нельзя просто так узел создавать, скажи, с каким значением ты его создаешь. Понятно? Это очень удобно, именно для некого контроля за последующим использованием подобных объектов этого класса. Так, у меня осталось 30 минут на все. Я буду сейчас хэш-таблицы лягут. Лягут, так лягут, ничего страшного. Что теперь? Может и лягут, ничего страшного, переживем. Значит, итак, что я могу теперь сделать? Мне нужен какой-то механизм, при помощи которого я буду автоматически генерировать. Давайте договоримся следовать следующей логике. Первое. Ключи, я не знаю, куда мне это вписать, давайте я сейчас вот здесь вот подсотру, немножко переназначу начальника, теперь вот это будет рут. Первое. Ключи уникальны. То есть в моей структуре данных не будет храниться двух одинаковых ключей. Это первое. Если вдруг встретится подобная ситуация, то я должен принимать какое-то решение. Либо я новое значение приписываю старому узлу, в который, да, у меня сейчас в узле только ключи хранятся, пока ничего кроме ключей не хранится. Да? А что я в key value кладу? Я зря, это логику, я знаете, это зря, потому что я же потом расширить могу. Так что это будет key, self key равно key. А то я сейчас напутаю вас потом, потом будете думать, что это такое, разве ключ это и значение? Нет, ключ, и к нему приписывается значение. То есть там появится дополнительный self value. Поэтому, простите меня, чуть-чуть я мог случайно запутать. Первое. Ключи уникальны в рамках дерева. Это уже теперь становится двоичным деревом поиска, потому что это правило. Правило построения этого дерева. Второе правило. Ключи в левом поддереве, ключи в левом поддереве, ключи в левт, я сейчас напишу в левт просто, но в левом поддереве, все меньше текущего ключа. То есть я беру любой узел дерева, любой абсолютно, и говорю, если здесь у тебя пятерка, то здесь может быть 4, 3, 2, 1, 0, минус 1, минус 100, 4,5, если дробные числа допускаются. Но 5,5 не может быть, и 5 тоже не может быть. Давайте сюда поставлю 4. Здесь у меня не может быть ни 5, ни 4. Вот здесь. Вот здесь. Понятно? То есть уж если я пошел вправо, то там во всем этом, под правом поддереве, точно ключи больше, чем тройка. Меньше, соответственно, здесь вот что угодно, пожалуйста, двойка может быть. Здесь в правом, соответственно, шестерка. Соответственно, да, ключи в левом больше, в райд, в правом поддереве, соответственно, все ключи там больше, чем текущий ключ. Сразу возникает простая идея и логика добавления. Давайте строить дерево методом последовательной итерации. Я сейчас для простоты не буду рисовать теперь вот эти связи. Сама отрисовка на доске будет показывать иерархию. Итак, у меня имя root должно быть, имя root по-любому должно быть, но сейчас root указывает на спец никуда. Имя root указывает на none. Никого нет. Сейчас я вот здесь вот покажу, как это будет выглядеть построение. Я выписываю какие-нибудь числа. 5, 2, 6, 7, 8, 1, 3, 9, 4. Что еще написать? Что я писал? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, достаточно. Могу 0 сюда писать. Не хочу двузначные числа, чтобы не мешало. Итак, давайте логику делать. Мне нужно добавить число 5 в мою структуру данных, которая будет начинаться от root и состоять из вот таких узлов. Я говорю, а, кто тут царь? Как в том мультике пластилинов. Кто тут? В царе первый никого, а кто тут в царе последний? Никого, тогда я первым буду. Ну вот, соответственно, пятерка. Никого нет в царях. Создаем узел, чтобы туда поселить пятерку. Подчиненных нету. Давайте я буду кружочками рисовать, чтобы быстрее. Сейчас быстро будет. Так, следующее значение. Двойку надо добавить. Ну-ка, двойка. Ага, тут царь уже есть. Но я меньше, чем он. Пошел в левое подчиненное. В подчиненных никого нету. Тогда ты будешь здесь главным. Шестерка. Тут занято. Больше, чем пятерка. Иди сюда. Все встало. Семерка. Снова она пытается претендовать в цари. Нет, больше. Отправляйся сюда. Здесь занято. Иди в правое под дерево. Ты там будешь главным. Восьмерка. Вправо, вправо, вправо. Пришел. Единичка. Влево, влево. Я даже стрелки не буду рисовать. Тройка. Влево, вправо. Замечательно. Девятка. Вправо, 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 вправо. Четверка. Меньше. Больше. Больше. Нолик. Меньше, меньше, меньше. Какая получилась высота моей структуры дерева в уровнях иерархии? Потому что теперь забыли, что это граф. Смотрим на это как на структуру данных. Раз, два, три, четыре, пять. То есть у этого дерева высота пять. Максимальное количество уровней иерархии. Это пять. Это будет означать, что когда я захочу искать значение, а фишка-то именно в поиске. Потому что если я хочу спросить, а есть ли в этом дереве число десять? То логика поиска будет очень простая. Я запускаю рекурсивный поиск, в котором я говорю, а ты случайно не десять, спрашиваю корня. Он говорит, я не десять, но десять больше, чем я. Может быть, он там найдется. И отправляет его к своему подчиненному. Подчиненный говорит, я не десять, конечно, но десять больше, чем ключ, который у меня хранится. Ну-ка иди сюда. Семь, да нет, не десять. Отправляемся сюда, отправляемся сюда, отправляемся сюда. И количество операций для поиска равняется вот этой высоте. То есть я каждый узел должен спросить. Пять раз спрошу. Все, я получил информацию. Десятки нету. Подчиненных нет, нет. Все, он говорит, извини, до свидания. Нету. Понятно, да? А теперь давайте вот о чем. Вот что увидим. Что вот у меня линейный список. То есть если бы я сказал, да, давайте, что я парюсь. Мне нужно, чтобы было одно имя и много данных. Связанный список. Связанный список. Почему нет? Хорошая штука. Кстати, он иногда хорош. Он хорош в случае, когда вам нужно организовать очередь first in, first out. В этом случае он хорош. Когда вам нужно добывать значения, которые... Вот я их просто по порядку разложу. Каждый ссылается просто на следующий вопрос. Но тогда, извините, у меня всегда будет 10 операций. То есть у меня асимптотика, скорость поиска будет O от количества элементов. Поиски есть там, нету этого элемента в связанном списке долго. Мы можем взять и перебрать их от начала до конца. Ну, как с любым итерируемым объектом. Сделать его, оформить, как его итерируемый объект. И for x in. Связанный список. Побежал, дерг, 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 дерг. Ведь на самом деле, когда мы в списке, в обычном списке делаем поиск, это тоже линейный поиск. Взял, пробежал по всему списку. О, а представьте себе, если там миллион ячейк. До свидания. С двоичными деревьями поиска. С двоичными деревьями поиска. Что у меня получается? Я, как видите, сократил количество операций. Но если так приглядеться, что-то у меня не плотно оно все сидит. Не плотно. Если бы я те же самые числа, но подавал в другом порядке, а в каком? Ну, вот, например, я бы подавал числа... Сейчас, одну секундочку. Тут сильно ничего не сделаешь. А там немножко можно. А там немножко можно. Давайте я даже большее количество чисел напишу, но упакую их плотненько. Поехали. Мы сейчас сделаем так. Пятерка придет по-прежнему первой. После пятерки придет единица. После единицы придет... Кто у нас придет, соответственно? Сейчас, одну секундочку. Минус один, ноль, два. Дальше. Сейчас, одну секунду. Что-то я не досчитался. Мне надо было больше туда взять. Да? Не минус один, ноль, два. Минус два. Минус два. Нет. Сейчас. Минус один, правильно. Минус два. Ноль. Минус три, два, четыре. Так, одну секундочку. Восемь. Сейчас. Девять. Девять. Семь. Нет. Сейчас. Простите меня, пожалуйста. Девять. Нет. Восемь. Семь, восемь, шесть. Семь, шесть, восемь. Давайте так. Семь, шесть, восемь. Что надо дальше сделать тогда? Вправо. Я, может, даже ушел слишком. Я сейчас мог ошибаться. Наверное, надо было взять девять вначале. Девять, семь, шесть, восемь. Семь. А девять, не девять надо. Ладно. Я что-то углубился. Давайте остановимся. Я так вот на, как это говорится, 8, семь, шесть, а хватит. Может быть, я должен был чуть-чуть по-другому. Я мог ошибиться сейчас. В принципе, сложно сделать это с иерархией, только в уме. Итак, начинаем снова добавлять. Было себе жило пустое дерево. Пришла пятерка. Раз, пришла единичка. Единичка. Она пошла влево. Пришла минус единичка. Меньше, меньше. Ага. Встала. Пришла минус двойка. Пришел ноль. Влево, влево, вправо. Пришла, а, я вспомнил. Да, сейчас, одну секундочку. Пришла тройка. Меньше, больше. Соответственно, встала. Двойка. Меньше, больше, меньше. Значит, дальше кто? Пришла четверка. Меньше, больше, больше. Ну, я здесь очень маленькую построил иерархию. Можно было намного крупней. Для этого нужно было шагнуть подальше. Сейчас, одну секундочку. Видимо, все-таки действительно нужно было вначале написать 9, 8, 7, 6. 9, 8, 7, 6. А потом написать, так, одну секундочку. 11, 10, 12. Вот так вот. 11, 10, 12. Соответственно, приходит после четверки, пришла девятка. После девятки, пришла восьмерка. Больше, меньше. Я по этой логике все-таки добрасываю. Семерка. Больше, меньше, меньше. Шестерка. Больше. Сейчас. Что-то это я зря. Сейчас, сейчас, сейчас. Я надо было... Надо было 7, 6, 8. 7, 8, 6. Ну, или 7, 6, 8. Не важно. Не туда встало. Семерка сюда, шестерка сюда, восьмерка сюда. Вот так вот. Неважно, в каком порядке они здесь. Все равно они встанут влево-вправо именно по принципу, какой больше. 11 отправилось сюда. Сюда отправилось 11. Десятка. Больше, больше, меньше. И 12. Больше, больше, больше. Все. Вот теперь мне удалось сделать. Что я сейчас получил? Я получил такое аккуратно заполненное дерево. Такое плотненькое. Они все набиты так. Вот с высоты 3, с высотой равной 3, раз, 4. Сейчас высота равна 4. Большего количества узлов сюда не напихать. Больше вот здесь вот нигде нету подчиненности. Все, вакантных мест нет. Добавь еще одну вершину и придется расширять, увеличивать высоту. Но давайте прикинем, сколько здесь элементов хранится. То есть, если обозначить высоту за h, давайте прикинем, сколько здесь элементов по порядку. 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8. Давайте в двоичной системе счисления. 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8. Сколько элементов? Что это за число? Число мерсена. Числа, состоящие из одних единиц, называются числами мерсена. В данном случае это число 15. Что это за числа такие? А это числа такие очень простые. К ним прибавь единичку и получится 2 в степени n. Я же в двоичной сейчас работаю. Получится 2 в степени n. То есть, это что такое? Это 2 в степени 4 без единицы. Короче, количество хранимых элементов равно количеству уровней иерархии. Только 2 в степени количества уровней иерархии. Ну да, без одного. Ну, чего нам этот один? То есть, порядок, да, порядок, да, вот порядок, вот такой. Но если полное дерево, то оно будет равно 2 в степени аж минус 1 ровно. Понятно, да? Это есть сейчас предельный уровень, сколько туда можно напихать. Теперь вопрос, а какая скорость поиска, напомните? А скорость-то поиска такая. Она не от количества, а от высоты дерева. Понимаете? Скорость поиска. О, от h. Сколько мне нужно проверить, есть ли тут число 6? Понятия не имеют. Ты 6, нет, но иди направо. Ты 6, нет, но иди налево. Ты 6, нет, но иди налево. Ты 6, да. Понимаете, да? 4 операции. 4. Ну, я понимаю, что там нужно еще сходить по ссылке. Но порядок такой, да, то есть асимптотика, она такая. От высоты дерева. Круто, да? А высоту мы можем, понимая вот это вот, мы можем сказать так. А если я буду идти от количества, чему равна высота? Ну, конечно, логарифт по основанию 2, а ты, да? А тут есть некий допуск. Я это говорю для плотноупиханного дерева. Но я сейчас даже не ввел пока понятие, да, этого плотноупиханного. Что значит, что оно вот... Слово нужно какое-то ввести. Сейчас мы его введем. Но это полное дерево, оно полностью заполненное, плотно заполненное. Так вот, у меня в этом случае, да, если бы это выполнялось, то тогда скорость поиска была бы вот такая. А теперь, внимание, подумайте про эту иерархию. Это круче, чем корень и зен. Если у вас здесь 8 чисел, ну, условно, 7, ну, высота 3. Вам надо 15 чисел хранить, ну, окей, 4 высота. Вам надо хранить 31, 5 операций. Если я скажу, окей, у меня 10 операций, то есть я допускаю 10 операций, сколько чисел я могу хранить? 1023. А для того, чтобы хранить миллион чисел, сколько надо? Берем логарифт по основанию 2, 20. 20 операций. То есть скорость поиска, миллиард, миллиард разных чисел хранить как в базе данных. Да, если у вас дерево плотно упаковки, 30 операций. То есть у вас дописываются нолики, а количество операций возрастает, ну, плюс 3, плюс 3, плюс 4 операции. Класс, да? То есть вот эта скорость поиска в двоечном дереве поиска, она потрясающая. Но у него есть одно дополнительно важное свойство. Дело в том, что если я буду делать обход такого, предположим, я сейчас не буду писать функцию его создания. Это нужно немножко возиться, указатель прописывать, мне некогда. У меня есть код, но не буду его доставать. Я лучше напишу траверсал, то есть как будто оно у меня есть. Соответственно, обход по нему. Вот я дал, мне дали корень. Что я буду делать? Я буду вначале идти в левое поддерево. Траверсал, ну, как бы принт, я буду печатать путешествие поддерево. Распечатываю все, что хранится в моем дереве. Идея какая? Если слева кто-то есть, if left is not none, если там кто-то есть, то запускаем траверсал в начале для левого поддерево. Только передаем ему уже не себя, а своего левого товарища. Для левого поддерево мой левый товарищ, который, как оказывается, не нам, там есть кто-то, он является корнем. Поэтому я туда, в траверсал, лови курент, напередам его как корня. После этого я буду печатать на экран, ну, я мог бы выбрасывать из этой функции, там, сейчас мы не будем это организовывать, добавлять в какой-то список, я буду сейчас печатать условно. Своё значение, то есть рутки, после чего я буду уходить в правое поддерево, если оно существует, почему left, if right. Если справа кто-нибудь имеется, то мы топаем туда, соответственно, траверсал, рут, райт, ой, ай, ай, ай. Плакали мои деревья, поиска, знаете, минимальные остальные. Ладно, посмотрим, посмотрим. Значит, по итогам, по итогам, как видите, а может ещё и успею вам их рассказать. Если шестая сегодня, да, лишь по идее ещё две всё-таки, да, но две, а не одна. Посмотрим, посмотрим. Короче, смысл в том, что я обнаружу, кроме того, что скорость поиска высокая, да, ну, правда, с некоторой оговорочкой, дерево должно быть плотненьким. Вы видели, первый раз оно получалось не очень плотненькое. Я всегда могу дать худший вариант. Так вот, что я на самом деле могу сделать. Я могу распечатать, то есть перед тем, как распечатать пятёрку, он уйдёт сюда. Перед тем, как печатать ницу, он уйдёт к левому падению. Перед тем, как печатать минус один, он перейдёт сюда. Для того, чтобы напечатать, собственно, минус два, ему надо было бы в левой, но левого нет. Поэтому он печатает минус два, правого нет, он никого не печатает, возвращается сюда. После этого печатается минус один, да, он приходит вторым печататься. После этого он отправляется в правое под дерево. В правом под дерево никого нет, он печатает ноль, да, возвращается, этот возвращается, этот левое обошёл, печатает себя, переходит к правому. Правый не сразу печатает, он вначале уходит в путешествие в левое под дерево, печатает всех оттуда. Они первыми должны пройти. Два, потом самого себя, потом правое под дерево. Все, но там только четверка. После чего наступает очередь пятерки. Если бы я сейчас, наверное, знаете, я буду по-другому выписывать, я все-таки линии буду проводить, это не видно. Минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, потом пятерка, потом рекуррентно мы добегаем, пока у нас нет больше левых под деревьев. Потом шестерка, потом в семерку возвращается, напечатает сама и себя, и уходит в рекурсию правого под дерево. В результате, при вот таком, довольно простая рекурсия, не какая-то сумасшедшая, это два ухода влево-вправо. А у меня при соблюдении вот этих правил и организации такого хранения, у меня, я могу все значения за время О от Н без сортировки вывести в упорядоченном виде. Я напомню, что, конечно, существует сортировка вставкой. Помните, insert sort? Попробуйте вспомнить. Вставка. Мы поддерживаем текущий массив в отсортированном виде. Помните, солдат рисовал на доске? И нового солдата приводим и говорим, ну-ка, давай-ка найдем тебе место. И идем вдоль строя, пока не встретим кого-то, кто ниже, тогда останавливаемся. Либо пришли в начало строя, тогда он там остается. Помните, да? Количество операций при сортировке вставкой, чтобы поддерживать его отсортированным. Добавление элементов. Пропорциональное количество элементов. То есть никто не гарантирует, что вы первым его будете вставлять. Раз и вставили. Может, он всегда будет в последнем добегать. То есть асимптотика по худшему случаю меряется. Поэтому добавление элемента за О от Н. Поиск. Поиск в отсортированном массиве. Логарифт по основанию 2 от Н. Бинарный поиск. Помните бинарный поиск? Бьем в середину, ищем. Баундерис у нас лево-вправо, а не минус 1 Н. Но мы поджимаемся, поджимаемся, и потом только остается проверить. Нашли, не нашли. То есть поиск имеет то же самое. То есть отсортированный массив быстр при поиске настолько же, насколько двоичное дерево. Почему бы не пользоваться отсортированным массивом, как ассоциативным массивом? А проблема именно в том, что сложно вставлять или удалять. Вот вам нужно удалить элемент. И вы его удаляете, и сдвиг. Вам же нужно всех переложить, укомплектовать, поджать. И ты равен АИ плюс первый. Едем только, чтобы удалить его из середины. Понятно? Я показывал удаление из середины. Изначало, что это плохо для массива. А у дерева все на ссылках построено. Если я захочу удалить узел, не все так... Нет, я сейчас это отдельно не буду обсуждать. Или добавить узел. То это вроде бы происходит как-то легко. И вот фишка в том, что хорошо организованное двоичное дерево поиска, у него и добавление узла зависит от высоты дерева. И удаление узла, это посложнее делается, тоже зависит только от высоты дерева. А обход всех в упорядоченном виде, как будто это массив упорядоченный. Взял, пробежался. Да, немножко сложнее. Ну и что? То есть получается, что если упорядоченный массив использовать как ассоциативный массив, то он очень не динамичен, как изменяющийся. Понимаете? Вот ты тогда что-то хочешь добавить, удалить, все, проблема. А вот если нам нужен динамично меняющийся ассоциативный массив, в котором у меня будут появляться, ну сейчас, ладно, я говорю ассоциативный массив. Двоичное дерево поиска идеально подходит множеству. На самом деле двоичные деревья поиска были бы прекрасными множествами. Оно было бы прекрасным сетом. Как раз ключи уникальны, да, нужно быстро искать. X in S, ну X in A, там S сет. Прекрасно. И в C++ сет организован именно как двоичное деревье поиска. В чем здесь есть подлость? В том, что деревья поиска могут оказаться разбалансированными. Представим себе, что я из вот этого, допустим, уже имеющееся дерево, и я из него начинаю удалять элементы. У меня резкое сокращение кадров. У нас всех не напасешься на вас. Это замечательно, конечно, но вас больше нету в этой компании, вас больше нету в этой компании, вы уволены, вы уволены, вы уволены, вы уволены, все, вы уволены, все. И на самом деле, вот глядя на это дерево, я понимаю, так, ребят, сколько у меня элементов-то осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте еще уменьшим. Дальше кого-нибудь еще уменьшим. Вот. И этого, и этого, и этого. Ну, или вот хотя как минимум вот так. Пять элементов. Я понимаю, что вообще-то пять элементов можно упаковать в два уровня. В два уровня можно упаковать. Пять элементов. Да? Поставить? Нет, нельзя. Прошу прощения, в три. Тогда я немножко лишних удалил. А-а-а, зря. Тогда можно оставлять было немножко. Семь, кто там еще был у меня там? Шесть у меня был, да? Два сюда еще воткну. Сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, мне надо семь. Двойка. Вот так вот. Четыре, пять, шесть, семь. О, вот так вот. В три уровня. Семь элементов в три уровня не лягут сейчас. А? Почему все так? Давайте к положительным числам лучше уйдем. Девять, десять. Я напишу сюда. Или давайте восемь, девять. Я сейчас напишу, разбалансирую целенаправленно. Все, у меня семь, семь. Да, на самом-то деле можно было бы уложиться в три. Когда у меня будет большее количество элементов, то я могу разбалансировку показать намного более существенную. Но принципиальную идею надо сейчас уловить. Что для того я не имею права нарушить вот этот порядок. То есть, грубо говоря, иерархию я сейчас буду перестраивать, но они как на таких спицах будут ездить вверх-вниз. Представляете, что это как счеты, которые повернул счеты. Повернул их вот так. И у меня костяшка ездит, ну только по одной костяшке на одной этой полосочке. Я ее вверх-вниз вожу, говорю, так, ну-ка, ты кому-то подчиненный будешь. Понятно, да? То есть, вот эти связи я могу перепостроить. Но принципиально упорядоченность вот этого типа, она не должна сейчас исчезнуть. Что мы сейчас будем делать? Повороты, так называемые повороты. Но перед тем, как их делать, давайте осознаем, а есть ли разбалансировка. Я сейчас буду делать повороты, исходя из алгоритма, который называется АВЛ-дерево. Для каждого узла я буду помнить уровень дисбаланса. Его левого и правого поддерево. Если у меня слева 0, справа 0, высота, у левого поддерево высота 0, то есть оно отсутствует. У правого поддерево высота 0, оно отсутствует. Значит, у этого дисбаланса нет. Если представьте себе, что человечек стоит такой на земном шаре, я стою, все хорошо. У этого правое дерево глубина 1, у левого 0. С точки зрения структуры данных, количество уровней иерархии. И у меня возникает наклон направо. Человечек такой, я так еле стою, сейчас упаду. Но еще не падаю. Здесь ровненько стоим, здесь ровненько, здесь дисбаланс вправо. Здесь слева высота 1, справа высота 2, перекос вправо. Но пока никто не падает. Дерево, в котором у меня все вершины будут в состоянии отклонения левое дерево, правое дерево, мета высоты, не больше плюс-минус 1, плюс-минус 1, 0, является сбалансированным двоичным деревом поиска. Сбалансированное двоичное дерево поиска. Соответственно, есть алгоритм, АВЛ называется, АВЛ дерево поиска двоичное, в котором эта балансировка делается ровно в тот момент, когда у нас возникает дисбаланс. Есть ли он у меня тут слева количество уровней 2, справа количество уровней 3. Нет, ребята, несмотря на то, что вот это дерево можно было бы упаковать плотнее, тем не менее, оно является сбалансированным. Тем не менее, оно сбалансировано. Дело в том, что количество, скажем так, отсутствующих мест здесь не сверх велико. Есть так называемые фибоначчиевые деревья, которые являются самыми плотными из, если сделать рекуррентный вызов, рекуррентно написать описание числа фибоначчи через рекурсию, то, что я говорил, не делать. Помните, я говорил, ни в коем случае. Потому что оно повторяет вычисление, то, что, конечно, нужно делать через динамическое программирование. Так вот, там будет дерево вызовов, я его рисовал на лекциях в прошлом семестре. Оно как раз является фибоначчиевым деревом. Оно максимально плотное, сбалансированное дерево. В любое место добавь вершину. А, скажем так, оно, нет, скажем так, оно максимально несбалансированное среди сбалансированных деревьев. У него для каждой вершины, кроме листьев, сдвиг такой перекос, ну, либо влево, либо вправо, в зависимости от того, как нарисовать. Вот это вот дерево очень близко к фибоначчиевому дереву, видите, у него все перекошены. Сюда можно было бы, сейчас, 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 по-моему, сюда добавить. Ладно, неважно, мы сейчас не будем. По-моему, сейчас даже не, я могу сейчас, может быть, даже и ошибиться. Потому что максимально сбалансированное, сбалансированное. Не будем. Максимальная высота, по-моему, среди сбалансированных деревьев, оно в чем-то рекордсмен. Забыл, к сожалению. Ладно, простите, пожалуйста. Короче, меня оно примерно устраивает. Почему? Потому что вот эта логика, она будет примерно соблюдаться. Примерно. То есть, с коэффициентом, не большим, там, условной двойки. Да, высота у него может быть ниже, там, на один уровень. Но в данном случае, ведь даже, вот, буквально не то, что на один уровень. То есть, плюс один. Ни о чем. Короче, дерево должно быть сбалансировано. Не обязательно идеально. Итак, а давайте сейчас перевесим кого-нибудь. Значит, кого мы перевесим, кого мы можем перевесить. Тут никого не можем перевесить. Ну, давайте... Даже не знаю, что сделать. О, я удалю тройку. Здесь у меня баланс только выровнялся, да, а здесь у меня баланс все, капут. Один, три. Соответственно, у меня возникает вершина, где нужно ее чинить. Нужно чинить. Что я буду делать? Сейчас я осуществлю так называемый левый поворот. Левый поворот. Я буду правого подчиненного повышать в звании. Значит, давайте сейчас сделаем следующим образом. Я сейчас не буду проходить по всем поворотам и закончу прямо сейчас уже. Буквально секундочку. Значит, я понижаю пятерку вниз. Говорю, а ну-ка, пошел подчиняться. Пошел подчиняться вниз. Вместе, естественно, со своими там подчиненными. Единица поехала туда же. Так, значит, а семерку бывшего подчиненного ставим вверх. Но ведь у него занято там. Ну, ничего страшного. Мы переподчиним его, ты будешь моим. То есть мы меняемся. То есть бывший начальник стал подчиненным, подчиненный стал начальником. Хоп. А левый подчиненный моего подчиненного справа становится моим правым подчиненным. Как видите, порядок следования при этом не нарушился. Что с балансировкой? Она исправилась в данном случае. На самом деле существуют ситуации, когда балансировка, то есть ровно здесь, ровно, только у этого дисбаланса справа. Вообще класс, все супер, остановка. То есть хватило одного левого поворота, чтобы исправить балансировку. На самом деле существует, понятно, левый поворот, правый поворот. Есть еще такая штука, когда и у этого есть под деревья, и у этого. И бывает такая ситуация, когда надо подчиненного подчиненного поднять вверх. Вот такое бывает. Это лево-правый поворот. Или большой. Это большой правый поворот. В котором у нас вот так вот будет. Так тоже бывает. Понятно? Иногда это единственный вариант сбалансировать. Все, на этом мы сейчас перезакончим. Я только скажу, что механизм АВЛ деревьев, в котором я вот так рисую, редко, реже применяется, потому что нашелся другой алгоритм, называется красно-черные деревья. Там игры с цветами, но они оказались, оно более глубокое, ничего страшного, а симптотика та же самая. Понятно? Соответственно, все это позволяет нам построить сет и дикт бы. Но надо сказать, что сеты дикт в питоне построены еще интереснее, потому что они обеспорядочены. Про хеш-таблетку тогда в следующий раз. Капут. Спасибо. До встречи.